В актовом зале администрации Каспийска прошло совещание представителей управления образованием, директоров школ и дошкольных организаций. На повестке дня было обсуждение трех вопросов – проведение ГИА, организация детского летнего отдыха и разработка мероприятий, приуроченных к 100-летнему юбилею поэта Расула Гамзатова. В начале встречи выступила победитель регионального этапа конкурса «Учитель года Республики Дагестан-2022» Олеся Петрова. Она рассказала участникам интересные факты из биографии Расула Гамзатова и представила знаменитые стихотворения поэта и песни, созданные на их основе. В 10 лет маленький мальчик увидел, как над его аулом пролетает самолет. Действительно, это было уникальным событием в его жизни. И он начал писать. Это были первые его стихотворения. С докладом об итогах 2022 года в сфере организации детского отдыха и проведения государственных экзаменов выступила начальник управления образования Лариса Абрамова. Она представила статистику охвата детей летним отдыхом в пришкольных лагерях, центрах дополнительного образования, а также санаториях за пределами города и республики. Сразу скажу, что летняя оздоровительная кампания прошлого года прошла у нас успешно. Мы, по данным Министерства образования и науки Республики Дагестан, в зеленой зоне, к нам не было никаких замечаний. Прошло у нас все хорошо и гладко. Также Лариса Несимовна рассказала о результатах итогового сочинения в 2022 году о сроках проведения экзаменов в апробации в 2023. В прошлом году допуск к ЕГЭ писали 539 выпускников, из которых зачет получили 99,5%. Помимо этого, спикер отметила, что в этом году в городе количество пунктов проведения экзаменов будет увеличено с 3 до 6, а все итоговые испытания школьники теперь будут писать под камерами. В завершении совещания участникам рассказали о ходе реализации программы по цифровизации образовательной среды. В рамках нее будет уделено особое внимание контролю контента для детей, а также внедрению в образовательных организациях современных электронных систем. Анастасия Сидоренко, Амарбек Газиев. Новости, телеканал «Среда».